Дорожная клиническая больница ждет новоселов. В начале следующего года сюда, на Гибалово-12, переедет находящийся неподалеку терапевтическое отделение 13-й городской поликлиники. Дирекции медицинского обеспечения Куйбышевской железной дороги и областной Минздрав уже достигли предварительной договоренности. Население перейдет в поликлиническую больницу. Здесь будет организовано 4-е поликлиническое отделение, самостоятельное подразделение этого учреждения. В ДКБ готовы принять и весь персонал 13-й поликлиники, так что пациенты смогут продолжить наблюдаться у своих участковых. В поликлиническом отделении работают порядка 250 человек, соответственно, думаю, что 230 человек мы забираем, это точно уже наша потребность. Младший, средний и врачевный персонал. И заведующая поликлиника, она тоже предварительная договоренность имеется, она переходит. Причина переезда – плачевное состояние 13-й поликлиники. Здание, построенное еще сто лет назад, сегодня разрушается буквально на глазах и нуждается в срочном ремонте. Поэтому пациенты городского медучреждения переезду в ДКБ рады. Меня очень устраивает, по-моему, всех устраивает, что мы будем в железной дороге. А здесь вот помещение ветхое, конечно, вентиляции. Вентиляции нету и люди не выдерживают, порой падают в обмороке. Ну, ремонт нужен хороший, конечно. То, что переносит больницу в железнодорожную, в принципе, оно территориально находится недалеко, и я разницы никакой не вижу. Конечно, желательно бы, конечно, ремонт здесь, в смысле, в общем, жуткое состояние. И вентиляции нету, очень душно. Пациентам ДКБ такие проблемы незнакомы. Самые современные услуги в комфортных условиях они получают по полисам ОМС. Согласно уставу, учреждение является не коммерческая организация, не преследует излечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Сейчас поликлиника ДКБ на станции Самара обслуживает около 46 тысяч пациентов в рамках территориальной программы оказания медицинской помощи населению. Материально-техническая база дорожной клинической больницы вполне позволяет ей расширить круг получателей медицинских услуг в рамках программы ОМС. Анна Шорина, Андрей Тишин, специально для 63.ру. Продолжение следует...